Тигриная окраска словацкого Кошица оказала магическое влияние на спартаковскую игру в первом матче квалификации Лиги Чемпионов. А призрак Руслана Любарского будет стоять перед глазами московской защиты как минимум до ответной встречи 26 августа. На 11-й минуте Мамедов успел таки помешать седьмому номеру Кошица нанести разящий удар. Но в следующей атаке в похожей ситуации технично сыграл Кожлей. После того, как очередная атака москвичей закончилась логическим ничем, хозяева устремились вперед. Мяч протащили через все поле, доверив право завершения атаки девятому номеру полосатых. Он прошел ананка, уложил Филимонова и при полной пассивности Алиничева отправил мяч в сетку. 1-0. Атаки хозяев накатывались одна за другой. Любарский еще раз оставляет защиту с носом. Позади Горлукович, ананка, но под завершающий удар бросается Хлестов. В эти минуты тренерский штаб нашего чемпиона перестал понимать, что стало с фирменной спартаковской игрой. В ответ лишь слабый всплеск. В исполнении пока вялого и не похожего на себя цимбаларя и не сильный подкрут Алиничева. Любарский сменил фланг. Козак по диагонали через все поле пасует. Седьмой номер закрутил голову Мамедову, в который раз перехитрил Филимонова, но последним касанием голкипер отвел угрозу. Буквально на минуту атаковавший в полном составе Кошица забыл об обороне. Хлестов выстропал мяч у Козака, переправил его Алиничеву, тот одинокому Дмитриеву, и опытный форвард сгодился в первой же игре Лиги чемпионов. 1-1. Нарушил праздничное настроение Филимонов. Любарский, в конец затерзавший Спартак, стал жертвой отчаянного киперского броска. Пенальти. И после точного удара Козака с точки словацкие тигры уходят на перерыв хозяевами положения. Во втором тайме Кошица успокоился. И лишь однажды, руслок попав в перекладину, пощекотал нервы москвичам. Первое появление Робсона в составе Спартака не стало триумфальным. Передача Цимбаларю не вышла острой. И финальный свисток мальтийца Аджуса отправил красно-белых делать работу над ошибками.